Но я же знаю, что ты мой, не прячь улыбку в телефоне, не убегай от встречи вновь. Так, ну что же, всем здравствуйте! Тимошка тоже всем передает привет. Бабушка тоже передает? Да. Всем вам большое и огромное спасибо за поддержку, за ваши сообщения, чтобы мы все выздоравливали. Да, мамочка? Да. Вот, без вашей поддержки, я думаю, что нам бы было гораздо хуже, да, мам? Да. Большое вам огромное всем спасибо. Всех вас вот люблю, обнимаю душой. Вот, надеюсь, что с вами не случится той же самой беды, что с нами произошло. Но мы еще не выздоровели. Но мы еще не выздоровели, нет. Поэтому мы уже здоровели. Нет, это просто я вот пришла в себя. Более-менее пришла в себя. Более-менее пришла в себя дальше. Потому что, знаете, ребят, я боюсь. Я видела, как людям было лучше, и потом вдруг в один день плохо, и вообще кана. Эта болезнь очень коварная. Вот пока до конца не выздоровел, давайте гоп не говори. Я не гоп не говорю. У нас с папой еще не прошло воспаление легких. У нас еще хрипы, у нас еще кашель. Я тоже подкашливаю еще, да? Ну, во всяком случае, у меня появились силы для того, чтобы вот хотя бы хоть снять вам видео это раз, и наконец-то я помыла голову. Еще у нас появились силы сварить хороший супчик. Да, мы вчера с мамой сварили супчик. Это просто было. Но я одна бы точно не сварила суп. Это катастрофа какая-то. Да, мы питались тухими супчиками всякими. Хорошо, что мы в утконосе заказали, знаете, вот эти вот, да? Вот я говорю, давно уже не ели этого говна. Простите, ради бога. Производители супов. Но они выручают. Но они выручают, вот в данном случае, всякие кноры там, еще какие-то, да? Которые просто вот высыпаешь из пакетика и завариваешь кипятком. В общем, вот. Чудо-чудо-чудо супы. Даже детям понравились. Вот. Так, что это такое? Значит, собаки. Собаки у нас все заколтунились, пока мы болели. И, в общем, случилось страшно. Мне пришлось им прям, в общем, ну, выстричь эти колтуны. Что-то я даже выстричь ножницами не смогла. Мне пришлось даже прям под корень бритвы их снять. Ну, ничего, ладно, отрастет. Да, лишь бы быть всем здоровым. Это лишь бы быть уже всем здоровым, ладно. В общем, они так обрадовались, что я им колтуны обстрелила. Они теперь летают. В общем, мы продолжаем пить лекарства. Да. Мы продолжаем лечение. Я еще даже кушу с антибиотиками, между прочим, посторонние. Мы заказали лекарства на 20 тысяч. На 20 тысяч, представляете? На 20 тысяч. А сегодня мне Ксюша Добрая написала новый список лекарств, которые она пьет после коронавируса. Ты не становишься, а ты думаешь? И я начала судорожно считать, сколько это стоит, вот. И подумала, что, ну, ладно, в следующий раз мы теперь на аптеку будем работать, я так думаю. Ну, что поделать. Это просто катастрофа. И с учетом того, что нас-то всех много вообще. Ну, летом поели фруктики, ягодки, теперь лекарства. И они нам нифига не помогли. Да. Да. Да, дедушка меня все спрашивала, что мне подарить, на день рождения, что подарить. Ну, сами понимаете, все кончилось просто деньгами. Вот теперь я думаю. Деньгами-то. Что сначала мне надо выздороветь, чтобы мой мозг пришел в порядок, чтобы решить, что тебе купить подарок. Сейчас даже пока не могу даже об этом думать, ребят. Не могу читать, не могу смотреть телевизор, не могу сосредоточиться. О, кстати, по поводу чтения. Читать я тоже до сих пор не могу. Так, тихо. Девочки, я вас не переору. Девочки играют. Ой, это кнопка так лает. Такая она визжучая девчонка, жуткая, маленькая, визжучая. Значит, кнопочка, ну фу. Феечка легла на ее место, она ее гонит. Ты так лаешь, я даже не могу сосредоточиться, о чем я говорила вообще, что я хотела сказать. Вот, кстати, да, это тоже, видимо, симптом коронавируса. Какое-то, я говорю, во-первых, замедленная съемка, отупение какое-то, значит, телевизор. Вот почему-то мы когда вместе собираемся сериал смотреть, мы как-то еще как-то вместе. Командное у нас. Только сериал, только небольшую серию. Только небольшую серию. Вот мы смотрели, да, это... Как это называлось-то, я говорила. Ну, все, поручу, пипец. У нас склероз начал. Да, сейчас исторический мы какой-то по-первых смотрим. Название я еще не успела выучить. Это все коронавирус, зараза, просто. Такое ощущение, как будто ты не ты. Я не я, и рожа не моя. Иначе, вот, в общем, не сказать. Ну, ладно. Ну, вот посмотрю, как я буду дальше себя чувствовать. Но нам звонит каждый день наша бабушка. Тихо. То есть, мама... Да, бабушка Валя нам звонит. Ей 91 год. Ей 91 год, да. Она ходит гулять, и каждый день она звонит, спрашивает... Спрашивает, как мы себя чувствуем. Поздравляете, ребят? А она ходит гулять. Бабушка, не ходи гулять, я тебя умоляю. Вот, ребят. Сиди дома, не ходи в лифт. Это поколение, да? Молодцы. Вот. Я переживаю, да, что... Не дай бог, что. Вот. Ну, что сказать-то даже, я не знаю. Ну, что сказать, ну, что сказать. Праздник, хэллоуин какой-то. Да вы хэллоуин! Мы не справляем эту фигню. Да, да, что за дурь. Какие-то блоги, феи, фу. Какие-то видео, чтобы вы посмотрели, стоит ли носить маску. Ребята, да вы что? Вы что там все сбрендили? Не то, что стоит носить маску. Надо две маски. Я думаю, что стоит уже космический костюм носить космонавтов, чтобы уже не спалили. Ребят, там целый, там, понимаете, там... Ну, у нас-то иммунитет, понятно. У нас иммунитет сядет на полгода, это уже не жуя. Там, понимаете, там ценулые конвейеры, там едут скорые помощи, стоят ребята на блокпостах, не всех пропускают. Некоторые скорые помощи заворачивают, но мало ни туда. В основном берут коронавирус, подтвержденные или, так сказать, еще не подтвержденные. Ни один блокпост. Потом выезжают ребята на роликах, в белых костюмах, шныряют от скорой помощи к скорой помощи. Видно, распределяют, куда там уже скорой помощи подъездят. Сесть так в коммунарке на ролик. Там, потому что есть... В огромном этом... Ребят, там вообще... В гараже холи работает персонал. В город, кипит работа. Девчонки бедные, которые работают в приемных отделениях, им покушать некогда. Они говорят, сколько больных, что тут вас привозят, оформляют, вам одевают браслеты по состоянию. Вас везут в приемный покой. Там много-много приемного покоя, много комнат распределяют. Тут же прибегает парень с тележкой, который начинает вам просматривать первым делом ваши вены. С мужчин снимают брюки. Женщины, которые... УЗИ делают, да? Делают УЗИ-ВЕН. УЗИ-ВЕН делают в первую очередь, потому что коронавирус вгущает кровь. Потом берут по три мазка из носа, по три мазка изо рта. Глубокие такие мазки очень берут. Потом прибегают, берут кровь изо всех дыр, как тут только можно. И дальше поехала электрокардиограмма. И, в общем, там кому чего, кому надо КТ делать. У кого сделано уже, там они делают. Ну, в общем, много еще всяких процедур. И пока какое-то отделение вас еще возьмет. Они смотрят, кому чего надо, кому кислород. Кислород мама вот лежала, не на каждой кровати есть. Там, где она лежала, не на каждой есть. Ей давали кислород, дали ей кислород. Когда женщину выписали одну, тогда уже только ее на кровати перевезли на другое место. То есть кровати местами. Ну, в больницах вообще не принято менять кровати, если вас положили. Ну, у меня не было так. Меня привезли 93, у меня был кислород. Но потом как-то у меня само-само ничего 95. Но когда мне дали подышать, у меня прям 99 стало. Прям несколько дней. Я прям спала с этой маской. Ну, кислород, конечно, дорогой. Прям вот с ней сживаешься. Вот. И прям с ней спишешь. Все. Ну, немножко пластик, жарковато. Она вам приносит индивидуальную, вашу, новую. Ну, в общем, маску. Ну, это неплохо подышать кислородом. Это очень неплохо. В общем, вот так, ребят. И начинаются уколы в живот. Обязательно всем делают по два раза в день. Потому что ребят загущевает кровь. Ну, да, фроксипарин или клексан корят. Я не знаю, что... А у него сейчас в городе, в Москве, не купишь. Он просто пропал во всех аптеках. И вот у нас с этим тоже проблема. Ну, мы, конечно, заказали таблетки. У нас болят ноги. Аналоги. У меня вены какие-то вылезли, которых в жизни... Да, кстати, у мамы, да, вот. Ну, у меня, понятно, там, да, я двоих билет. Детей родила. Ну, мама-то меня одну родила. И у нее ноги были, в общем-то. У нее ноги в идеальном состоянии. Пока она не приехала из больницы. То есть она приехала из больницы. Я говорю, мама, у тебя ноги как у меня. Ну, ладно, у меня, понятно, там, да? Я там ни одну операцию пережила. Там у меня была сложная беременность. А у мамы было все вообще нормально. Она приехала, я говорю, что-то я не поняла. А вены вылезли с ноги. Болят ноги. Ну, то есть прям вот буквально... Сколько дней ее не было? Сколько дней тебя не было? Пять дней. Пять дней тебя не было? И пять дней в больницу она приехала. Это вообще... Хотя мне каждый... Это не ее ноги. Это не ее ноги. Это какие-то... Каждый день мне колол. Хотя ее колол фруксифарином каждый день. Представляете? Я речь животных синяка. Ну, понятно. Ну, это я переживу, конечно. Да живот в синячках это все фигурно. Да, нет, но я просто... Мама дорогая, это фигурно. Ну, да, да. У тебя вон синие руки так и не прошли. Ой, да вот это все плевать. Вот эти синие руки, черные... Так, собаку аккуратно. Собаку, Тимошка. Тимошка ползет к нам немножко. Лишь бы все прошло. Как ты себя чувствуешь, мой дорогой? У меня горло болит. Вот у него. Представляете? Сильно. Сильно? Да. Не проходит? Да. Глазки у нас какие-то такие. Ну, мне очень здорово. И Коля очень сильно потеет ночью. Коля в четверг и в пятницу не смог позаниматься, значит, дистанционно в школе, потому что он просто... Как он спит ночью, значит? Ну, во-первых, я уже говорю, дети перебрались ко мне в комнату. Мы так решили, что у нас бабушка в отдельной комнате, дедушка в отдельной комнате, ну, потому что у них воспаление легких. Они всю ночь проветривают, они кашляют, они ходят, у них проблемы с сосном, поэтому дети перебрались со мной, ко мне, да? То есть Коля со мной спит в кровати, вот, Тимофей спит в маленькой кровати, вот в этом нашем. Значит, что? Коля два дня, уже третьи сутки Спит просто, я даже не могу как описать Я сплю, как будто меня погибли Я тебе говорю, это такая болезнь Во-первых, он разговаривает Во сне Все в больнице вот так разговаривают Потом он мне, значит Вчера он мне выдал Прекрати мне читать На ночь, я не могу уснуть Среди ночи он мне сказал Я говорю А я в это время в телефоне Стихи свои читала Я ему говорю, а что я тебе читаю, прости, я не пойму А он мне говорит, а ты мне фантазеров читаешь И не знаю, как он на луне Это что-то из детства То есть сплыло что-то из детства Я говорю Я его пошла, пыталась переодеть Но его же сложно поднять Он же очень тяжелый Вот В общем, он по две майки меняет за ночь В общем, у него караул Что с ним творится Так он вроде так Ну, мне вроде нормально, говорит Коль Днем вроде ничего Ну, как ничего Дети лежат То есть они не скакают Не скакают Они лежат на животах Потому что они боятся Да, и они, значит, это Ну, в телефоне В планшете Кто чего Там Тимофей мы пытаемся переключить На что-то другое Но он быстро устает На флейте Он вчера поиграл Поиграл на флейте Значит Ну, книжку ты прочитал Лёжа Это понятно Ну, про книжки мы уже тут Он читает Да, он читает Да, у него тут любимая книжка появилась Про маскировку Да О, да Тихо уже не продают Не продают таких Да, но ему очень нравится Вот Значит Ну, в общем, поиграл Тимофей на флейте Заболела у него Нога Нога Да ладно Рафен Вроде прошло Нет С ногами Меня эта ситуация Напрягает Страшным образом А детям же ничего нельзя Я вообще не знаю Что делать Ну, ладно Непонятно Надеюсь, что как-то Все это пройдет Мам, по-любовусь у нас пьем? Воду мы там пьем, да Но надо же понимать, что Вода так кровь не разжижет Вода так кровь не разжижет Если Что-то там не то произошло И какой-то сбой Даже смешно Ну, понятно, да Я уже рассказывала Мы что-то уже много У нас уже на 14 минут Мы наговорились Пока болтали, болтай В общем, ладно Всем до новых встреч Не болейте Берегите себя Значит, кто-то мне Кто-то мне Прислал о вреде масок И перчаток Я не знаю Матом ругаться не буду Но В общем, мнение у меня таково Вы такими глупостями, ребят, занимаетесь Вы такими глупостями Просто реально не понимаете Что происходит Да Если кто-то понимает Дай бог Да А то я так понимаю Что пока вот вас рядом Никого ничего не коснулось Вы такое впечатление Как будто у вас розовые очки Снимите, блин, розовые свои очки Посмотрите, сколько заболевших Посмотрите новости И когда вам говорят Что 14 тысяч выписала Вылечившихся Правда Вот реально Никого пугать не хочется Дай бог Вхожу я, например Ну как 5 дней была болезнь Кто меня вылечил От воспаления двустороннего Никто Никто Это просто галочку поставили И меня включили Число вот этих выздоровевших Никто не выздоровел Все продолжают болеть Ребята И плюс Та статистика, которую нам показывают По телевизору Вот сегодня Сколько там 18 тысяч Вы должны понимать Что это те люди У которых подтвержденный коронавирус Не у всех людей Есть возможность Платно сдать анализ Это раз Не у всех людей Есть возможность Они поздно вызывают врача Это два Значит Половина статистики Люди Люди умирают И от другого Люди умирают От бронхита От воспаления легких Там я не знаю Тромбы у них отрываются Это уже другая статистика Она не идет Статистика коронавируса Если вы считать умеете Если вы по математике Вы хорошо в школе учились Вы должны это понимать То есть нам цифры Вообще замалчивают Половина Хорошо если половина Не хотят забирать Но я же знаю Что ты мой Не прячь улыбку В телефоне Не убегая Встреча вновь Пойми Что я твоя